За русскую победу! Марксисто! Комплекс и гражданин! Мы любим вас! Я Сергей Королёв. Здравствуйте. 55-летний коммунист-марксист, победивший на выборах президента Шри-Ланки, принял президентскую присягу. Анура Кумара Дисанаяки, лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть», выиграл выборную гонку 21 сентября. За него проголосовало 5 миллионов 740 тысяч 179 человек. Действующий президент страны оказался на третьем месте. Юрий Вячеславович Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы подчеркнул, что Дисанаяки объединил, цитата, почти три десятка левых партий и организаций. Его ядром является марксистско-ленинская партия «Народный фронт освобождения». Победу коммуниста обеспечили, во-первых, рабочие, а во-вторых, интеллигенция, студенты и преподаватели университетов, учителя. По Афонину эта страна расположена на пересечении мировых морских транспортных путей, цитата. Кто-то считает, что Шри-Ланка – это небольшая и незначительная страна. Это совсем не так. Ее население достигает уже 22 миллионов человек. Это как население Дании, Швеции и Норвегии вместе взятых. Дмитрий Георгиевич Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ, спрогнозировал, цитата, «в развитии отношений России со Шри-Ланкой в ближайшие годы могут появиться новые возможности». Всевлад Александрович Напарте – историк, политический консультант из Иркутска, комментируя победу Дисанаяка, как принято считать, ставленника Китая, кандидат от Индии, страна, которая традиционно в регионе держала первенство, проиграл, указывает, цитата, «Это еще не выбор китайского пути. Мы видим, что Китай точно так же движется в Африке, поддерживает какие-то режимы, но Африка по китайскому пути не идет». Тем не менее, в условиях крайней нестабильности Шри-Ланка отдала свои голоса за левого политика, близкого к китайской идеологии. И это факт, приятный для всех левых. Сергей Георгиевич Левченко, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, депутат Госдумы от трех регионов России, заявил о том, что коммунисты при Ангаре не могут признать результаты муниципальных выборов 8 сентября. Бюро комитета Иркутского областного отделения КПРФ на неделе приняло заявление, цитата по тексту, «В сложившихся условиях КПРФ не может признать избранную власть на муниципальных выборах 2024 года легитимной». Левченко выделил основные моменты партийного заявления. В небывалых масштабах достигла практика недопуска и снятия наших товарищей с выборов. Более 30 кандидатов, выдвинутых КПРФ, отсекли от выборов в Иркутской области. Не прекращается практика подвозов и подкупов избирателей. Явка избирателей в городе Иркутске составила 15%. Граждане страны не доверяют перекошенной и непрозрачной избирательной системе. Поэтому финал заявления, результаты выборов не принимаем. В Ангарске, втором по численности населения городе Приангария, на рабочем заседании Думы на прошлой неделе, СМИ события широко не освещали, решено преобразовать три муниципальных социально важных предприятия «Аптека-28», «Кладбище Березовая роща» и «Ангарский рынок» в ООО «Общество с ограниченной ответственностью». Это при том, что предельные сроки ликвидации мупов на уровне Совета Федерации решено продлить на пять лет, до 1 января 2030 года. В настоящее время Ангарская дума рассматривает вопрос о продаже 100% доли в уставных капиталах в этих трех обществах. Владимир Валентинович Жуков, бывший мэр Ангарска, который, будучи еще городским депутатом, успешно управлял одним из предприятий, выведя его из кризиса, на неделе дал мне комментарий о несвоевременности таких действий, цитата, «абсолютно невзвешенное решение». Время тяжелое, экономически тяжелое. Идет война, а все эти три объекта являются социально важными. Жуков предположил, что все предприятия будут в процессе переданы конкретным лицам из местных депутатов. Развитие микрорайона «Хрустальный парк» в деревне Новолесиха Иркутского района, где более 10 лет реализуется федеральный проект по комплексному освоению территории, продолжает вызывать вопросы. Анна Александровна Анисюк, Татьяна Владимировна Мишангова жалеют, что приобрели здесь жилье, поскольку ожидания были совсем иные. Остановленная жителями стройка многоэтажек на земельном участке в 96 соток, предназначенном под индивидуальное жилье, продолжает пустить. Отсутствие ливневой канализации в комплексе с системой очистки сточных вод стало уже привычным, как и нехватка детских и спортивных площадок и мест под парковки. А дорога так спроектирована, что при строительстве некоторым жителям жизнь ухудшила. Вот человек. То есть тут невозможно машине заехать. Вот я, вот ворота. Я метр шесть четыре, вот полотно. Газета «Байкальская Сибирь» после сорокаминутной беседы об изъянах развития территории и качестве инфраструктуры запросила в прокуратуре при Ангаре информацию по срокам изъятия земельных участков незаконно проданных ООО регион администрации Ушаковского муниципального образования. Здесь, на месте лесопарковой зоны, уже начато строительство гаражей, которое опять же по обращению жителей остановлено. Анна Александровна Анисюк указывает, что разрешение на строительство отменено в 2023 году, но чиновники не сносят построенные объекты. По Анисюк неизъятие данного земельного участка может мешать строительству детского сада и школы, которые должны быть рядом. Это 31 выпуск «Нового времени», передача о будущем, которая проявляется в событиях настоящего, и оно пока не радужное. Сегодня 29 сентября. Комментируйте, помогайте развитию проекта, в том числе и материально. Номер счета, как и все ссылки на первые источники, включая сорокаминутное интервью о Хрустальном парке под Иркутском в описании. Фрагменты. На порте историка победы нового президента Шри-Ланки, ставленники Китая, которое еще не свидетельство выбора китайского пути. Левченко, коммунист, о выборном процессе, который дошел до такой грани, что результаты выборов признавать нельзя. Жуков, бывший Мерангарска, об абсолютно невзвешенном решении сейчас социально важные мупы продавать. И Анисюк, жительница Хрустального парка под Иркутском, о нежелании местной администрации территорию развивать. Смотрим по порядку минуту-четыре секунды. Стандарт Китая, это еще не обязательно выбор китайского пути. Мы видим, что китай точно так же движется в Африке, поддерживает какие-то режимы там, но Африка по китайскому пути не идет. Мы видим, что процесс уже дошел до такой грани, до такой черты, что выборы признавать мы не можем. И мы это сделали сегодня на решение Бюро областного комитета. Конечно, абсолютно невзвешенное решение. Время тяжелое, экономически тяжелое. Идет война, а все эти три объекта являются социальными ответствами. И кладбище, и ритуальная служба, и аптека муниципальная, и рынок. У вас есть объект, который подлежит сносу. Какие действия администрации? Вы видите, когда они отменили разрешение на строительство? То есть с 2023 года они не вышли с требованиями привести все в соответствие? Почему? В Усуле-Сибирском жители двухэтажного дома, среди которых многодетная семья, рискуют жизнью ежедневно. Ирина Александровна Фидонюк, лидер инициативной группы многоквартирного дома по адресу улица Батутина, 40, указывает, что из восьми квартир дома пять муниципальные. Одна из муниципальных брошена и разграблена. Цитата. Скоро ванна прилетит со второго этажа на первый, потолок не держится, постоянно сыпется, разрушается фундамент, стены промерзают. Жить в таких жилых помещениях по Фидонюк небезопасно. Здание 1959 года постройки признано аварийным шесть лет назад. Комплексное развитие территории, которое включало и расселение дома Фидонюк, власти завалили. Местная прокуратура пыталась признать дом непригодным для проживания, но дело до конца не довела, а иск был отклонен Усольским горсудом. Газета «Байкальская Сибирь» уже запросила информацию в прокуратуре региона о причинах отклонения иска и сроках повторного направления иска в суд. Издание также просит провести проверку о ненадлежащем содержании квартир, находящихся в муниципальной собственности. Собаки без хозяев должны быть убраны с улиц. Угроза агрессивных особей должна быть устранена, но это нужно делать гуманными способами. Светлана Анатольевна Корнилова-Иркутянка сообщила об этом сразу после встречи волонтеров городского филиала «Альянс защитников животных» с председателем Думы Иркутской Евгением Юрьевичем Стикачевым. Еще в мае тогда договорились о необходимости строительства муниципального приюта для животных. Газета «Байкальская Сибирь» на неделе запросила информацию Стикачева, как идут дела по прошествии четырех месяцев. Оказалось, что в настоящее время в повестках думских заседаний данный вопрос о строительстве приюта отсутствует. Однако возможно внесение вопроса на второе полугодие 2024 года. Земельный участок под приют пока не найден, но работа в этом направлении продолжается. Ссылки на все первоисточники в описании. Фрагменты. Федонюк, Усальчанка о недопустимости так содержать муниципальные квартиры, что дом разваливается. И Корнилова-Иркутянка о собаках без хозяев, которых с улиц убрать нужно гуманно и в приюты. Смотрим 34 секунды ровно. Потолок, посмотрите. Ой-ой-ой, я-то его не видела, посмотрите. Скоро ванна прилетит со второго этажа, это точно. Муниципальная квартира, которую должен муниципалитет содержать. Собаки должны быть убраны, угроза агрессии должна быть устранена, но это нужно делать гуманными способами. Собаки должны сохраняться, то есть для них необходимо строить действительно приюты. Это почти все. Больше новостей в информационной ленте Иркутской области, БГ, Иркутск, Телеграме. Подписывайтесь и читайте. Мы работаем каждый день, благодарим наших партнеров. Иркутский обком КПРФ и медиахолдинг номер один. И еще. Геннадий Андреевич Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии России, на неделе, выступая на пленарном заседании в Госдуме, указал на панический уровень тревоги в обществе после Ливанского теракта, где при массовых взрывах раций, пейджеров и других мобильных устройств 18 сентября погибли 20 человек, а более 450 получили ранения. Среди них и дети. Цитата. Насчет тревожности. Я прошлый раз, прошлое пленарное заседание, с этого начинал было 48%. Сейчас замерили после этого теракта, жуткого страшного на 10% уровень выпрыгнул. Зюганов призвал срочно принять меры по реальному сплочению общества, потому как страну могут ожидать очень большие неприятности разложения изнутри. Цитата. Нельзя не замечать тревожных сигналов, указывающих на это. Опять напоминает о себе Кашпировщина. Опять в центре Москвы. Разборки с применением автоматов и должной реакции на это пока что не видно. Распространяйте выпуск среди друзей, помогайте по возможности развитию пульс при Ангаре новое время материально. Номер счета и ссылка на полное видео в описании. И обязательно ставьте лайки. Я Сергей Королев. Новое время через неделю, 13 октября. Зюганов о тревожности в обществе, которая после Ливанского теракта на 10% скакнула до паники. Смотрим 27 секунд. У меня все. Пока. Насчет тревожности. Я в прошлый раз с этого начинал. 48%. Сейчас замерили после этого теракта жуткого и страшного. Это дьявольские технологии, брошенные против всех на свете. На 10% выпрыгнуло. Мы должны принять целый ряд мер, которые успокоят граждан. До русскую победу! Марш! Город! 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 Мы любим вас! Субтитры создавал DimaTorzok